В поселке Биофабрика один из домов постройки 60-х годов признан аварийным. Квартиры, которые служат примером дискомфорта, сложно назвать жилыми помещениями. Но некоторые собственники отказываются выселяться. Их не устраивают предлагаемые застройщикам условия. В этом случае используются принудительные методы. Наша организация была выкуплена, все имущество, все квартиры. Граждане, которые проживали в одной из квартир, занимали данную квартиру незаконно. Было решение суда и состоялся процесс, согласно которого было принято решение о выселении данных граждан. Компания «Стройбетон» на рынке находится достаточно давно. И несколько лет назад в микрорайоне Биофабрика эта фирма занималась расселением домов довоенной постройки. Но условия были приемлемые. Во-первых, предоставлялись квартиры с идентичной площадью. Если метраж новой квартиры превышал расселяемую, предоставлялась расстрочка выплаты сроком до 5 лет. Сегодня интересы людей совершенно не учитываются. Поэтому некоторые жильцы сопротивляются, пытаясь отстоять ущемленные права. К примеру, Лариса Каплина отказывается выезжать. Тем не менее, на ее глазах ее же квартиру ломают, двери выносят. Если вырежут и входную дверь в подъезд, то все жильцы останутся без отопления. На момент расселения у нас было 28% износа. То есть дом не был аварийным. Аварийным признал дом уже сам застройщик, будучи уже собственником большинства квартир. И став собственником, признав дом аварийным, передаются департаменты имущественных отношений. И те на выкупную стоимость, даже без разговоров, без предоставления всяких других квадратных метров.